В фильме используются документы из рассекреченного дела номер 2695 и архивные материалы штази Министерства государственной безопасности ГДР. Инициалы оперативных сотрудников безопасности за фронтовых агентов, свидетелей обвинения изменены. Резолюции должностных лиц, служебные пометки, номера документов и степени в секретности не указываются. В остальном используемые материалы текстуально идентичны соответствующим подлинным документам. Что бы там ни говорили сегодня, как бы ни призывали оправдать, объяснить, примириться, тогда, 22 июня 41-го, они пришли нас убивать. И у них нашлись добровольные помощники из числа советских граждан. Этих предателей ищут до сих пор, потому что преступление против собственного народа не имеет срока давности. Наш рассказ о разыскниках Комитета госбезопасности СССР, оперативных сотрудниках и следователях, которые кропотливо, порой десятилетиями, искали военных преступников, находили и доводили до суда, где им выносили самый суровый приговор, который во все времена обжалованию не подлежал. КОНЕЦ КОНЕЦ В 1965 году, отрабатывая розыскные дела активных пособников и карателей из команды Баха, следователи Калининского УКГБ пришли к неожиданному, но очень важному выводу. Личные фотографии, на которых были запечатлены лица советских людей, подлежащих немедленному уничтожению, делал один и тот же человек. Эксперты установили это точно. Штатный фотограф команде не полагался. Фотографии делал любитель, он же, судя по отчетам группы, был заместителем Баха по диверсионной работе. Имени указывается, проходит под литерой К, предположительно русский. Константин? Клим? Кузьма? Фотографировать зачем? Время терять. Отчет о проделанной работе? Нет, он делал портреты. Здесь что-то другое. Поймем, найдем тебя. Фотограф. Остановись в мгновение, ты прекрасна. Зачем он это делает? Фауст, где ты? Дико звучит здесь, среди всего вот этого. Ему нравится фотографировать. Он один из лучших, хотя я русский, я не возражаю. Может получиться красочный фотоальбом, и мы все сдохнем от зависти. От зависти? Меня это устраивает. Заканчивайте здесь, только тихо. Пусть работают ножами. Уходим. Команда Баха совершала свои преступления в Калининской области. А здесь у нас хорошие оперативные наработки. Еще летом 41-го, прекрасно отдавая себе отчет в том, что немцы рассматривают Калинин как важный плацдарм для дальнейшего наступления на Москву, в городе была создана советская резидентура. Это была совершенно секретная операция, которую разрабатывал и курировал лично Павел Судоплатов. Кодовое название «Послушники». Октябрь 1941 года. Шифрограмма «Строго секретно». Снятие копий воспрещается. Начальнику 2-го отдела НКВД СССР, старшему майору госпезопасности Судоплатову, войску Андрею. Калининскую ордскомендатуру номер 1, дробь 302 возглавляет обер-лейтенант Меллер. 28 октября в город за 9-й армией вошла зондеркоманда 7А «Айнзац» группы «Б». Источник Михася. Личный состав выясняем. Михась – это сержант госбезопасности истребительного батальона войск НКВД «Михеев». Старший группы Васько – подполковник Иванов. Два послушника, действительно хорошо усвоившие «Отче наш». Легендировал разведгруппу «Батюшка». С ним они совершали богослужения в оккупированном немцами Калинине и собирали информацию. Епископ Калининский Василий Ратмиров Василий Михайлович рвался на фронт, а попал в разведку. Его Сталин золотыми часами наградил, но это уже после войны. Осенью 41-го о наградах не думали. Октябрь 1941 года. Шифрограмма. Строго секретно. Снятие копий воспрещается. Начальнику 2-го отдела НКВД СССР, старшему майору госпезопасности Судоплатову. Штабом 9-й армии сформирована группа быстрого реагирования, которую планируют использовать совместно с зондеркомандой 7А. Группа «Ягдкоманда». Командир роты Гауптман Бах. Его зам проходит под литерой К. Русский. Предположительно, Николай. Цели группы выясняем. Вот он, наш фотограф. Предположительно. Николай под литерой К. Немцы тоже придумали. Не могли же они его в документах Коля назвать. Но вот то, что этот К был заместителем командира по боевой и не где-нибудь, а в «Ягдкоманде», это обязательно к розыску. Это волки серьезные. В основном в эту роту отбирали охотников, людей, которые раньше имели какое-то отношение к охоте хорошо, в общем-то, могли ориентироваться в лесу, обладали физическими хорошими качествами, выносливостью и, как бы сказать, имели как бы нестандартное понимание вообще боевых действий. Оперативные документы. Экспертиза штази. Министерство государственной безопасности ГДР. Инструкция, памятка для «Ягдкоманд». На исходный рубеж, в район предстоящей боевой операции, команду доставляют в кузовах машин, плотно закрытых брезентом. Высадка производится на ходу на участке дороги, закрытом от дальнего наблюдения. Не оставлять следов пребывания сломанных веток, вытоптанной травой кострищ. Пустые консервные банки сплющивать и закапывать под камнями. Поначалу немцы в «Ягдкоманды» набирали элиту. Командиры, инициативные офицеры, знакомые с тактикой партизанской войны и увлекающиеся спортивной охотой. Непременно. Самые подготовленные. Верные дел. Они могли автономно, группами, находиться в лесу на протяжении нескольких недель. Готовили их способом, методом выживания в сложных условиях, без, скажем, средств существования, без продуктов. Выживание. Белок жрали, убить должны были иметь плевком. Элита. А тут дремучий русский лес, никакого кофе по утрам. И курить тоже нельзя. По болотам запах разлетается на 800 метров. Не подошли спортивные охотники. Совсем это другая охота. И занимались ей немецкие штрафники. Так и записано в личных формулярах. Совершенно иной подход, чем при формировании боевых подразделений. По характеристикам отчаянные солдаты, не поддающиеся воспитанию. Штрафники какие? Они непростые. Это имелось в виду изначально браконьеры. То есть и те, кто имели охотничьи навыки. Ягод команда Баха тесно взаимодействовала с карателями из зондеркоманды 7А. И наш русский под литерой К в этой кампании не затерялся. И даже, судя по должности, себя проявил. Ему все было дозволено. И он это чувствовал. Он этим пользовался активно. По данным спецсообщения по мнач-управлению НКВД, о результатах агентурной разведки в тылу противника. 29 октября 1941 года. Непосредственно зондеркомандой 7А было расстреляно 200 евреев. Остальные преступления осуществлялись в тесном взаимодействии с подразделениями вермахта. По факту, ягод команда Баха представляет угрозу для всего мирного населения в зоне их действий. Они убивают при малейшем подозрении в принадлежности к партизанам. Удавалось и, с одной стороны, успешно отбивать атаки партизан, и бороться с подпольем. Но борьба эта постоянно шла, что называется, чем дальше, тем интенсивнее. В 1944-м взятый в плен унтер-шарфюрер из команды Баха «Соловьем пел». Охота на партизан продолжалась 2-3 дня. Мы прочесывали местность, и всякого, кого встречали в лесу, будь он с оружием или без оружия, обычно убивали без следствия и суда. Убивали. Непременно. Но, собственно, следуя тактике, они не имели права никого оставлять на своем пути. Живыми. Они отличались и дерзостью своих операций, и жестокостью по обращению с захваченными ими партизанами. И немецкое командование, вермахт на них, возлагало большие надежды в плане противодействия партизанскому движению. Пленные из команды Баха. Тогда в 44-м СМЕРШ их крутит по горячим следам. Дали показания на Баха. Грохнули Баха в 44-м. Его зам. Тот самый под литерой К. Не может быть. Кот. Прозвище? Позывной? Да, вот Опер тоже переспрашивает. Катце? Вас издаст. Фамилия? Это его фамилия, Кот. С двумя Т на конце. Немец? Да, ты немец. Только ты наш немец, русский. Николай Кот. ТТ. Повезло. Может, кто из пленных жив? Может, что еще расскажут? А вдруг? Нет, все логично. Расстреляли тогда же в 44-м. В любом случае, у нас есть литера К. Коля Кот. Я тебя найду. Это уникальное дело. Мне кажется, не так и много их в истории советской спецслужбы. Не так много именно таких, когда на розыск были потрачены не один десяток лет. Первая сложность в том, что теряется свидетельская база, доказывающая конкретные преступления конкретных людей. И если еще живы были свидетели, звезд, оккупантов, надо было еще усыновить конкретных преступников. Кот Николай Максимович, 15-го года рождения. Сержант, призван, Омский районный военкомат. Омский, Сибирь. Теперь понятно, почему ты такую карьеру у фрицев-охотников сделал. На охоту, наверное, с детства бегал. Как ты к ним попал? Если тебя так продвинули и доверились, видимо, пришел добровольно. Фотографий. Много. Мирные жители, портреты. Живые и мертвые. Фотографии делал русский. Николай. Увлекался фотографией, фотографировал. Сам фотографировался и фотографировал свои деяния. Но не отдавая отчета в том, что эти документы могут опять сыграть злую шутку с ним самим. Красиво складывается. Фотокарточки делал Николаус. А кот наш Николай. Он? Покрутим. В команде еще были русские? Запрос-ответ. Коллеги из ГДР подняли архивы. Минимум пять русских, помимо нашего Николауса Котта. Переводчик – повар конюхи. Эти вряд ли принимали непосредственное участие в акциях, а на фотографиях эффект присутствия. В самом, так сказать, центре событий человек – переводчик? Он же переводить должен всегда рядом с командиром. Тот ли это Николаус, либо не тот? Вот в чем опять же сложность, хочу подчеркнуть. Для того, чтобы получить ответ на данный вопрос, необходимо десятки, сотни запросов направить в различные инстанции. В архивы, по местам жительства, регистрации. Если есть какие-то архивные дела, по этим архивным делам необходимо, опять же, запросить информацию, фотографии и так далее. И вот эта работа на протяжении многих месяцев, она проводилась, осуществлялась. А с другой стороны, зачем, Бахов, рядом переводчик, когда его кот прекрасно по-русски говорит? Разбивались на группу? В любом случае, мало я представляю себе переводчика с фотоаппаратом. Зачем им вообще фотоаппарат? Но переводчика надо искать, это непременно. И крутим кота, безусловно. Так, пройдемся по известным акциям «Ягдкоманды Баха». Работали в основном с зондерами из 7А. А вот их инициативные действия. Август 1942-го, деревня Кокарева, Бельского района Смоленской области. Смоленская? А, до 1944-го, Смоленская, потом наша Калининская. В деревне Кокарева партизаны убили местного коменданта и команду Баха вывели из леса. И акция устрашения распространилась по всей округе. Деревни стирали с лица земли. Был некий Николаус. Так его все называли, так он представлялся. Он был переводчиком у немцев. Но он отличался жестокостью, звездствами по отношению как к местным жителям, так по отношению к красноармейцам, которые захватили немцы, и отношению к партизанам. Он это все любил фотографировать. Группа Баха стояла в Кокарево 15 дней. Они ходили, общались. Запомнил кто-нибудь фотографа? Мог. Кокарева сожгли. А вдруг кто-то выжил? Одна. Да, тогда она была маленькой девочкой. Семь лет ей было. Милая моя, хорошая моя. Я понимаю все. Страшно это, но ты, пожалуйста, вспоминай. Оперативные документы. Из уголовного дела номер 2695. Показания свидетельницы Ковалевой. Немцы называли его Николаус. Я его запомнила потому, что он был в форме Красной Армии. И с фотоаппаратом. Делал карточки с деда Ильи. А потом, когда мы уже спрятались и деревню жгли, Самойлова ненавидела, как он его убил. В форме Красной Армии. Что нам это дает? Что-то, наверное, и дает. Только я пока не понимаю. То, что деда Илью убил, он убийца, это безусловно. А вот то, что сначала сфотографировал, потом убил. Коллекционировал, что ли? Вот он, скорее всего, может даже помнить. Или на память оставляет себе, потому что, зная, что может и не запомнить лица, оставляет себя такие, знаете, это как вот скальпы снимать у врага. Запомнить, считать время от времени, так сказать, вот. Тоже повышать свою самоотцону. Показания свидетелей. Акция началась неожиданно. Немцы объявили. Николаус все перевел. Согнали всех на улицу. Вот. Николаус рассмотрел деда Илью в толпе, вывел и ударил ножом. Не удавкой там или еще чем-то. Нож лучше орудия. Конечно, это высочайшая обучаемость и еще подкрепленная тем, что он получает от игры удовольствие. Это одна из важнейших их характеристик. У него оружия не было, вот. Пистолет, плетка и шомпол, которым он тоже есть свидетели. Ножом он любил своей жертвой истязать, насиловать. С помощью ножа шомполом забивал жену партизана. Он еще издевался, лично издевался над местными жителями. Главным образом над женщинами, которые являлись родственниками тех же партизан. Он насиловал их и старался всегда подобные вещи фотографировать. Акции устрашения по всей округе начали в одно и то же время. Исполнители из зондеркоманды 7А и из нашей команды Баха разбились по группам 3-5 человек. От Кокарева 30 километров хутор Лесной. Партизаны их встретили. Группу команды Баха 7 человек. Пятерых убили в бою. Пленные показали старшей группы карателей русский. Здоровый сибиряк. Кличка Кот. Сибиряк Кот? Группа Баха? Не бывает таких совпадений. К тому же мы всю эту группу практически наперечет знаем. Кота грохнули в лесном. В то же самое время Николаус убивает в Кокарева деда Илью. Между ними 30 километров. Это может означать только одно. Кот – это не Николаус, и он мертв. С этим разобрались. А Николаус – это переводчик, фотограф и каратель. Жив? Пока нет подтверждения. Считаем, что жив. Будем искать. На его совести ни одна, ни один десяток человеческих жизней был. И его звездства отличались от, допустим, преступлений других военных преступников. Своей изощренностью, своей жестокостью. Итак, что мы имеем? Русский. По крайней мере, славянские черты лица и имя Коля. Николай, наверное. А может быть и не Коля? А Миколайчук? Николаенко? Да хоть не Кулин. Николаус. Древнегерманское имя. Предположим, ничего в этом нет. Немцам просто было так комфортно. Ходит в советской форме. Знает немецкий, предпочитает действовать ножом из-за ягод команды. Знает лес, умеет ориентироваться. Охотник? Деревенский? У вас определенный дар, Николаус. Это тем более удивительно, что вы городской житель. Откуда вы так знаете лес? Шульц, вы никогда не увлекались охотой? В детстве я иногда собирал грибы в лесу. А охота? Вы как никто знаете, Шульц, что это мое совсем недавнее увлечение. Он выделяется. Его должны были запомнить. Они работали по лесам, точечно, но, как и в случае с деревней Кокарева, выходили из леса и взаимодействовали с зондерами из команды 7А. Проще всего посмотреть, где они с баховцами пересекались. Оперативные документы и экспертиза штази. Министерство государственной безопасности ГДР. В начале декабря 1942 года основная часть зондеркоманда 7А перебазирована в Билино и Арафино. По состоянию на 30 декабря 1942 года зондеркоманда 7А уничтожила 6 788 советских граждан. Неоценимую помощь по уничтожению командного состава оказывают охотники из ягд команды Баха. Эвакуация происходит автономно и с помощью одномоторного разведсамолета «Физелершторг». Оберштурмбаннфюрер СС Альберт Рап. Рапу в этих вопросах можно доверять. Он на тот период был их командиром. Самолет? Интересно было бы посмотреть. Красивый самолет. Теперь понятно, почему ты ходил в нашей форме, ловил наживца. Это прием как раз лжи партизанских отрядов, о которых в немецких документах говорится постоянно и много. Формирование контрбанды, дословно если его переводить, оставилось в углову угла. В деревне Билино-Арафино надо ехать, общаться с местными. Кто что видел, кто что помнит. В Билино нет, Арафино пусто. Дальше. Расстрелы акции, уничтоженность сожжены. Свидетели говорят, Гербер стрелял, Котомкин вешал. Николаус, стоп. Тело запретили хоронить, а я ночью закопал его у околицы. Николаус, узнав, избил меня до полусмерти. Показания Димы Волкова. На тот момент 10 лет. Николаус, переодевшись в краскома, это красный командир, ушел в лес, вернулся через сутки. С ним вышел политрук. Будучи в данном случае одетым в форму красноармейцев, они вышли на группу окруженцев, среди которых был политрук Журавлев. Такой. И с ним было два бойца. Волков утверждает, что Николаус жестоко избил Журавлева на глазах местных жителей, убил ножом, запретил хоронить. Немцы называли его Николаус, а полицаи уважительно Николаем Александровичем. Зацепка? Можно ему верить? Этот Волков, будучи уже взрослым мужчиной, он показывал следователям управления КГБ по Калининской области место его захоронения. Политрука перезахоронили с воинскими почестями и нашли его там, где Волков указал. Значит, все в порядке у него с памятью. Николаус, Николай Александрович? Какой он? Даже думали сначала, что он немец. Очень хорошо по-немецки говорил. В лес уходил часто, один. Всегда кого-нибудь выводил с собой. В чем он был, может быть, тоже уникален. Установлены факты, что он одевался в женское платье, ходил в лес, смотрел. И когда он видел, что партизаны реально существуют, он нападал. Волков говорит, Николаус уходил в лес бабой, в платке и юбке. Приводил с собой женщин и детей беженцев. Расстреливали, а он фотографировал. Игра почти актерская. Могу изобразить из себя женщину, могу мужчину, могу красноармейца. И все удачно, и все удается. Самооценка растет. Он получает от этого удовольствие. Жил в доме у Аглая. Аглая умерла, сестры. Старшая ничего не помнит, младшая помнит. Какой он? Деревенский? Охотник? Нет, он из городских. В Казанском институте учился. Говори, говори. Они с двумя нашими полицейскими пили. Они его спрашивают, откуда немецкий знаешь? Он засмеялся и говорит, я студент. Отличником был, химиком. Изучал немецкий язык в Казанском государственном университете. Это была уже зацепка для конкретных оперативных мероприятий. Значит, Николай Александрович – студент-химик? На 1941 год трое таких. Двое погибли на фронте, один жив. Село Гельмязево Черкасской области. Николай Александрович Лукин. 21-го года рождения. Уроженец Курской области. Ушел на фронт со второго курса химического факультета. В 1955 году Лукин запросил в университете документы о своем неполном высшем и оставил обратный адрес, куда выслать. Это вот та удача, которая способствует чекистам в подобных делах. Уверенный в себе гражданин продолжает жить по адресу. Характеризуется положительно. Женат, есть дочь. А может и не наш гражданин, может и товарищ? Надо бы съездить, издалека посмотреть, пощупать. Свидетели опознают? Надо, чтобы свидетели увидели его вживую и сделали однозначный вывод. То ли это лицо или нет. Но спустя 20 лет, еще хочу подчеркнуть, что внешний человек меняется. И при первом показе его очевидцам, но его очевидцы свидетели не признали. Зубной техник. Учился на химика, стал зубы лечить. Не подсудно. Увлекается фотографией. Дома собственная фотолаборатория. Предпочитает портреты. Николаус тоже предпочитал. Только он потом их убивал, а эти все живы. А у Лукина очень странное увлечение фотографией. В основном пациенток снимает. А унижал-то он их обычным образом, значит, сажал в кресло врачебное и допускал такие поступки, как лез под юбку, в кофточку залазил, принуждал своих пациентов к фотографированию. И таких фотографий было им сделано очень много. Были жалобы. Почему спустили на тормозах? Смотришь ты. А моральное поведение зубного техника Лукина рассмотрели на собрании и провели воспитательную беседу. Замены ему в сельской местности, как стоматологу, не было. От клиентов, от боя у него тоже не было. И он этим пользовался. Фронтовик. Неоднократно ранен, имеет награды. Первоклассный специалист. Зубной техник почти с 20-летним стажем. С 1944 года половина этого срока Лукин проработал где-то под Воркутой. Зубной техник с 1944 года? А, ну да, ты не в Воркуте работал, а в Воркутлаге сидел. Там и научился. А у Лукина диплом зубного техника и трудовая книжка без отметок осудимости. И эти документы следствием было установлено, что ему документы эти подготовили с ДЭКи, с кем он сидел. Почему освободили досрочно? Заключенный Лукин сотрудничал с администрацией. Награжден грамотой за активное участие в театральной постановке. Партизана играл. Партизана в степях Украины. И он активно выступал как партизан. Кстати, в дальнейшей жизни, когда проживал уже на Украине, у него даже медаль была. Партизан Великой Отечественной войны. И он этим гордился. Освобожден в 1955-м, осужден в 1944-м. За что? 15 лет за пособничество по 58-й статье. Всего лишь пособник? Ну-ну, будем разбираться. Запросили архивные материалы. А в этих архивных материалах была его фотография. По состоянию на 1944-й год. И когда показали свидетелям его звезд эту фотографию, они увидели, его идентифицировали. Николаус в августе 1942-го года в Бельском районе и Лукин Николай Александрович – это одно и то же лицо. И мы это знаем. А теперь это доказать надо. 20 лет прошло. Документов о том, что Лукин служил в ягдкоманде, нет. Да и сам он настаивает, эта ошибка никого не убивал и не фотографировал. Рядовой власовец и только. Что? Прямо с 1941-го? Подтверждение? В 1941-м Лукин попал в плен, был помещен в офицерский концентрационный лагерь. Он попадает в офицерский лагерь. Достаточно быстро делает там карьеру. А за счет чего можно сделать было карьеру в боуфлаге в первые месяцы войны? Лукин подтверждает, не повезло. К немцам действительно попал в плен в октябре 1941-го, бессознательно, концлагеря, невыносимые условия, чтобы выжить, вступил в русско-освободительную армию. Ни разу не выстрелил, а работал во Франции? Был направлен в район Нормандия. Это на Западном фронте. Там, где в 1944-м году высадилился десант американских и английских войск. Да, власовцы там были. Только мало что строили. Американцев расстреливали из пулеметов, когда они на берег высаживались. Второй фронт. 6 июня 1944-го. Теоретически мог и пострелять. Немцам бы это понравилось. Русские будут стрелять в американцев. Стоило дожить, чтобы это увидеть. Вас это забавляет? Нет, конечно. Меня это обнадеживает. К тому же они теперь не русские, а солдаты Великой Германии. Вот именно. Не забывайте об этом. Стрелял в американцев? Не докажено. Да и не это важно сейчас. Значит, в июле 1944-го ты сдался американцам. Не один. Он, используя свои качества лидера, целый взвод, а это 40-70 человек, уговорил сдаться в плен союзникам. И они его послушались. И в тебе не заинтересовались и выдали нашим? Не убедил в пропригодность? Этот? Не верю. Значит, были какие-то свои резоны с планами на будущее. Ценный агент? То, что его перевербовали американцы, в этом сомнении практически нет. Так, прошел фильтровку, подставлялся, по-дурацки себя вел, предлагал следователю взятку, часы, подарок невесты француженки, спрятанные в клубок шерсти. У тебя и невеста еще французская была. По твоим словам, родственница генерала Деголя? Под бароном Мюнхгаузена работал. Могли посмеяться и плюнуть. Крутили по контактам с немецко-английской разведками. Не доказано. Он уверен был, что кроме как службы где-то в войсках немецких, причем не на Советском фронте, а на Западном фронте, ему в Советском Союзе ничего существенно не грозит. По крайней мере, смертной казни не грозит. К американцам ты вывел отряд строителей. Сам был его командиром, прорабом то есть. Надо твоих работяг из бригады поискать. Не скажут, ничего не скажут. Потому что если их командир не простой работяга, прораб, а каратель, фотограф Николаус, а они в его команде, значит всем им будет очень нехорошо. По вновь открывшимся обстоятельствам непременно. И полностью провал у тебя, Николай Александрович. Период с октября 41-го по июль 44-го. Ни Колаус, ни Двораус. Думаем. Плену с октября 41-го. Группа Баха заработала тоже в октябре 41-го. Тебя взяли туда переводчиком, а с весны 42-го у тебя началась карьера, и ты один из лучших. То, что он быстро это все схватывал, вот вопрос, так сказать, это врожденное или только приобретенное. Скорее всего, что у него были задатки и способности быстро учиться чему-то, быстро схватывать. Городской житель, который так быстро научился выживать в лесу и пользоваться ножом. Ты способный, быстро учишься. А немцы не дураки. Стали бы они такого легко обучаемого в лесу держать. Отправили бы тебя на повышение. Абвер, военная разведка, подтверждается. Мог просто, как пес, выполнять задания, любые задания той же разведки. То ли для проведения каких-то диверсионных акций в тылу советских войск, то ли для получения разведывательной какой-то информации. Вот и ты. Две медали у тебя. Тебя действительно перевели во Францию, в Руа. Ты там действительно шаш не завел с француженкой, действительно какой-то родственницей Деголя. Мадемуазель Мадлен де Ной. Часы она тебе подарила в знак любви. Все правда. Правда и то, что ты работал на немецкую разведку. Ну и относились с уважением, а может быть даже и с опаской. Как бы он на то же командование частей, в которых он служил, но какую-то негативную информацию не выдал там Абверу или СД. Лукин арестован. Показания не дает. Появились свидетели еще и еще. Почные ставки. Ты же Николаус. Я никого из них не знаю, ничего из предъявленного не признаю. Дома у вас найден тайник. В нем сотни обнаженных непристойных фотографий. Женщины, девочки. Фотокарточка вашей племянницы. Как вы ее уговорили. Все добровольно. Я художник. Это жанр такой ню. Придумали французы. Я был во Франции. В деле есть. Мне очень понравилось. Мы же знаем, что в то время была достаточно жесткая мораль. Не каждый может уговорить просто знакомую сфотографироваться нею. Ему это удавалось. Есть заявление, что вы изнасиловали гражданок. Они сами. Все сами. Все по согласию. Хитрый черт. Осторожный. Патологический. Когда им не ставили диагноз, но совершенно спокойно могли поставить психопат. Но только тут очень важная вещь. Психопат не исключает того, что это отменяемый преступник. Ну что ж, давай поговорим. Николай Александрович, хотел с вами проконсультироваться. Вы же специалист. Что-то с диафрагмой кажется. Как вам? Нет? Экспозиции везде одинаковые. Посмотрите. Вот эта фотография. Ноябрь 42-го. Вот еще одна. 42-й или 43-й. Не вспомните, где? А вот еще. Вам знакомы эти лица? Нет? А хотите их подержать? Просто подержать в руках, поднести к лицу. Рассмотреть поближе. Не волнуйтесь так, мы же просто смотрим фотокарточки. А эта девочка с косичками. Ее зовут Надя Пекарева, 10 лет. А вы и не знали. Вы не спросили. Сделали ее карточку, а потом резали ее, девочку с косичками, 10 лет. А она, она кричала. Откуда я знаю? А я знаю. Вот. Страшно и жалобно кричала. Усатого Анна видела и рассказала. Смогла. Потому что вы ее не сфотографировали. Ее расстреляли вместе со всеми. Пулями. Не ножом. И только поэтому она чудом выжила. Мы вам еще очную ставку проведем. Один вопрос. Вы интеллигентный человек. Читали Геты. Как вам Фауст? Уводите. И врача вызовите. Перенервничали, Николай Александрович. Они фактически супермены. То есть, это и тупой психопат будет так же думать, что все остальные недостойны. И продвинутые. То есть, с более высоким интеллектом, это будет более изощренно. Делом Лукина занимались разыскники и следователи Калининского управления КГБ СССР. Подполковник Лавров Василий Федорович. Вихрев Петр Леонтьевич. Майор. Опер наш Толя Плохотин. Самый молодой. Старлей только получил. И Евгений Федоров. Тогда капитан. Сегодня легенда. Уникальность опыта Федорова Евгения Степановича заключается в том, что, несмотря на прошедшие 30 лет, даже более того, те рекомендации, те методики, те способы и методы, которые были использованы им, наработаны им, они актуальны и на настоящий момент в деятельности не только управления ФСБ по Тверской области, но и вообще системы госбезопасности. Лукин признался, его судили. 14 декабря 1975 года приговорили к расстрелу. Тогда же в президиум Верховного Совета СССР пришло письмо от правозащитника из Швейцарии, некоего Андреаса Лофера, который был шокирован приговором зубному врачу Лукину. «Ни один человек не имеет права решать за другого человека, жить или умереть ему. Я обращаю ваше внимание на пункт 3 Декларацию ООН о правах человека, который гарантирует право каждого живущего на земле человека на жизнь. Ишь ты, каждого живущего на жизнь. Это очень правильно. Каждый живущий имеет право на жизнь. И десятилетняя Надя Пекарева, и 85-летний дед Илья, Илья Фомич Дронов, и еще десятки, и сотни убитых и сожженных тоже имеют право на жизнь. Имели. Я не знаю, что там на небе, но справедливость существует. А как иначе? И все, что мы делаем, не напрасно. Верите? Я вот верю. Непременно. Обязательно. Субтитры создавал DimaTorzok